Эти семьи уже живут более 20 лет. Им, в принципе, предоставлялась возможность, чтобы они улучшили свои жилищные условия. Они состояли в программе «Комфортное жилье гражданам России». Значит, они получали сертификаты, но подтвердить свои доходы они не смогли. То есть не могли в свое время взять ипотеку, чтобы выкупить. То есть государственная программа работала, и они вставали на эту программу, но они не смогли подтвердить собственные доходы. Поэтому они опять сдали сертификат и опять продолжали жить. То есть возможность и от сельского поселения, и от района давалась такая, чтобы люди улучшили свои жилищные условия. В настоящее время мы посмотрели, что у многих, и даже из этих четырех семей, имеются, значит, и земельные участки, и дома, в которые они могут переехать. Бабушка, которая там живет, вот, у нее есть дети, и дочь, и сын. Поэтому вот такая ситуация. Значит, предоставить какое-либо жилье бесплатно в настоящее время сейчас не предоставляет возможности такого, потому что район не строится. Хотя они в очередях стоят, но очередь уже у нас не двигается много лет. Потому что, во-первых, это, когда мы подавали на ветхоаварийное жилье переселение, это здание было вычеркнуто в связи с тем, что оно не является жильем. То есть это не ветхоаварийное жилье, а складское помещение отдела культуры. Стена вот здесь у нас тряпочная, и с соседями мы граничим, вот тряпочная стеной отделена. То есть мы с ними переговорим через стенку. Вот у нас выкатилось бревно, вот видите, и за счет этого выдавило отопление. И перерезана труба отопления. Вот посмотрите, как сцепится потолок, в связи с этим мы загородили, ну прикрыли потолок, что детям и врачи приходят, и друзья, чтобы стыдно не было. Вот после падения метеорита у нас весь потолок здесь рухнул. Мы его заново... Там видно. Да, там видно. Мы проживаем в этом бараке. Барак числится как складское помещение, и это старая музыкальная школа. Ну раз музыкальная школа, вот это данный момент, это актовый зал бывший. За стенкой у нас сцена. Вот сцену отгородили, соседи на сцене живут. Мы проживаем в актовом зале. Я проживаю здесь, мне вот 30 лет, и я всю жизнь здесь проживаю. Я и прописана, и проживаю здесь. Я, моя мама, моя сестра, и мои двое маленьких детей, несовершеннолетние, 10-11 лет. Ну, когда-то моя мама была многодетная мать, и не было жилья. Она обратилась в сельский совет, чтобы, ну, какое-то хотя бы жилье предоставили. Ее временно поселили вот в этот барак. Раньше мы жили в другой комнате, там, на той стороне барака. А потом, когда у нас, мы пошли уже в школу, и чтобы расшириться, чтобы хотя бы где-то учить уроки, нам это выдали вот эти вот комнаты две. Вот здесь, и там еще одна у нас. Вот таким образом мы здесь. Да, я стояла на программе, как молодая семья, на получение вот сертификата. Там выдали 370, ну, вот с копейками, тысяч, и нужно было предоставить, что у меня на сберкнижке есть около 600 тысяч рублей, чтобы доплатить и купить жилье себе. Ну, у меня такой суммы нет, я мать-одиночка, и у меня это... Зарплата не позволяет взять кредит или ссуду, чтобы... Вот я работаю в теплосетях, у меня нет такой средств, чтобы дополнить. Мне пришлось отказаться от этого сертификата. Я вернула его, не воспользовалась. Сколько одеваю, два одеяло, теплоодеяло не закрываю, замерзаю, как у стада, вот так, вертись. Потом все поставлю, все пиво, немножко спокойно, замерзаю, а как? Какую хуану за? Это все отваливается, потихоньку сыпется, здесь сюда уже побольше. А там-то уже все-чуть вот так. И отсюда еще кто-то, она сейчас уже не спит, вот так, знаете. И тут все идет... Нет, дали в квартире, а то ходить не могу уже. Больше сюда-то открыли, чтобы... Не лови, не могу принести ничего. Секровь мне 30 лет уже здесь. Ничего не предлагали ей как-то решить этот вопрос. И как вот... Жила как постоянно, платила за свет, за воду платила. Включает обогреватель, но проводка у нас нагревается. Я вот сейчас даже боимся оставлять ее одну, потому что нагревается проводка. Спать очень холодно. Но я вот сама немножко два дня была, так, знаете, очень... Спать невозможно вообще. Кожа мерзнет, голова заберзает. И вообще-то нечто даже. В общем, а она полночь разговаривает, потому что не может уснуть тоже, видимо, от всего этого. Да, меня заселили сюда 10 лет назад. Бывший действующий тогда глава. С детьми. Просто проживать было негде. Хоть какие-то... Какое-то жилое помещение. И прошел у нас суд, решение суда от 10 сентября, что мне нужно освободить неживое помещение. Хотя у меня все квитанции, что я платила как за жилое помещение. У меня трое детей. Я мать-одиночка. Муж у меня умер 12 лет назад. То есть одна воспитываю. И вот у меня просто нет выхода, некуда идти. Поэтому мы как бы и сидим здесь. Вот решение суда об освобождении нежилого помещения. Так, есть у меня решение Совета депутатов, что моя семья считается нуждающейся в жилищных условиях. И вот есть обращение, что меня поставили на очередь номер 6. Только неизвестно, когда эта очередь будет двигаться. Нет, почему строить, но нет муниципального жилья, как нам отвечают.